Мы великая Россия, мы единственная страна, наше правство, наша сила, наша гордость Родина. Вот в такой патриотической песне началось сегодня мероприятие под названием «Воинский долг, честь и судьба». Привычно, что защитниками Родины в своем большинстве становятся мужчины, а здесь среди участников военно-патриотических клубов много девушек. И наравне с ребятами они продемонстрировали навыки владения оружием. Дети независимо от национальной принадлежности, от принадлежности к разным конфессиям, они все вместе, их объединяет долг. Долг перед страной, перед Родиной. А что такое Родина? Родина – это семья. Это мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки. В хосте несколько военно-патриотических и военно-спортивных клубов – гренадер, морской пехотинец, ястреб, десантник, миротворец, отряд юной армии. Курсанты не раз становились победителями краевых и городских соревнований по армейскому рукопашному бою. Сегодня ребята получили специальные задания, которые необходимо выполнить во время проведения месячек обороны массовой и военно-патриотической работы. Мы получили задания, например, экскурсии Хостинского района, надо в музей сходить, посетить базу Сочинского ОМОНа, урок мужества, празднование для защиты от чести Отечества, ну и многое другое. Мы с нашим клубом будем выполнять его с гордостью. Хостинские школьники побывают в селе Веселое, где находится боевой зенитно-ракетный полк. Их будет сопровождать генерал-майор авиации в отставке Александр Прогунов. Туда должны приехать дети, детей будем все показать им, будет размещение солдат, питание солдат, чтобы они представляли себе наяву, а не там по картинкам. У хостинцев есть свой парк Победы, который в 2012 году получил второе рождение. Местные жители трепетно относятся к этому месту, где всегда чисто и благоустроено. И есть задумка установить здесь стеллу в память о погибших воинах-защитниках Отечества. У нас праздник Победы – это один знаковый праздник, самый, наверное, любимый, самый дорогой нашему народу и нашей стране. Поэтому было принято решение назвать его так. Ну и думаю, что он достойно несет это имя. А старт оборона массовой военно-патриотической работы в Центральном районе Сочи дала заместитель главы города Марина Бролюк. Торжественное мероприятие прошло в гимназии номер один. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.